СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Да, ну, конечно, родные вятские люди живут в других странах. И сегодня у нас в гостях замечательная девушка вятская. Её зовут Вера. Верна. Ну, вот по фамилии тут мне как-то сложно. Мне сказали, что у неё много фамилий. Вот, я что-то как-то немножко растерялся. А мы сначала наши собственные назовём Азис Алич. А, ну да, и передачи ведут Светлана Занько сегодня. И Азис Агаев. Добрый день всем. Да, всем добрый день. У нас в гостях Вера Никольская. Многие помнят тебя, Вера, именно под этой фамилией. Добрый день. Добрый день, добрый день. Я очень надеюсь, это было много лет назад, потому что, да, я работала на радио Европа плюс Киров и на радио Мария, Мария ФМ называется сейчас. И, да, это были самые счастливые годы жизни. И я надеюсь, кто-то из моих слушателей всё-таки ещё помнит фамилию Никольская. Уж поверь, посмотришь потом на сайте, как будут просматривать нашу программу «Союз нерушимый». Вера Никольская, ну я-то тебя помню под фамилией Щуко, и поэтому привет ВГГ, Вятской гуманитарной гимназии. Да, 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 ты уже ещё 10 счастливых лет. Я преподавала изобразительное искусство. Совершенно потрясающая школа жизни. Люди, которых я учила рисовать, надеюсь, меня вспоминают иногда. Люди, с которыми я работала, Александр Александрович Галискин, Галискин, Сан-Самыч, привет. Лучший в мире директор, один из моих самых любимых боссов. Ему просто низкий поклон. Верно. Ну, любители, как бы, и, как это сказать, те, кто помнят и преклоняются, и хотят увидеться с Ферой, знаете, что она в Кирове сейчас. Мы сдали, Лена, Веру, Вера Хеллен. Хеллен сейчас, потому что Вера живёт сейчас в Туманном Альбионе или на Туманном Альбионе? Ну, наверное, на Туманном Альбионе. На Туманном Альбионе, на острове, в Англии. Мало того, что она живёт в Англии, она живёт в совершенно замечательном городе, где творили, создали группу и творили Битлз. Да, да. Вот, но некоторые говорят, что этот город мрачный. Отнюдь, отнюдь. Да, я живу в Ливерпуле, куда я переехала почти... А теперь этот город ещё по другому поводу известен. Вы имеете в виду футбол? Ну... Конечно, да. Нет, да, но, знаете, Ливерпуль — это вообще один из лучших городов Земли. Я как-то... Есть такое красивое слово. Посол, амбассадер оф Ливерпул. И я... То есть... Я очень люблю Ливерпуль, я очень люблю Киров и очень люблю Ливерпуль. Когда меня спрашивают, а вот как, я очень часто сравниваю наши города. И, вы знаете, вот, может быть, кто-то посмеётся, но действительно очень много общего. Очень много общего, потому что это примерно по площади примерно такой же город, примерно такая же популяция, тоже где-то 500-600 тысяч населения. И совершенно особый народ. Вот если, скажем, приехать в Лондон или куда-то там, в Южную Англию, где-то ещё, это совершенно невероятно, чтобы кто-то к тебе подошёл на остановке, в кафе, начал с тобой расковаривать, или вот спросил, «How are you? Как дела?» Или ты кого-то вежливо спросил, и человек говорит, «А знаешь что?» и начал тебе рассказывать. Вот точно так же, как происходит в Кирове. То есть простые и славные люди, очень открытые, очень приятные. И даже акцент, вот тот самый вятский акцент, от которого мы все когда-то пытались избавиться, мы положили просто, я вот лично, я положила жизнь на то, чтобы говорить без вятского акцента. И я переехала в Ливерпуле, там говорят на... То есть три есть таких очень основных диалектов английского языка. Это «кокни» в Лондоне, «джиоди» — это на севере, город Ньюкасл, и вот «скаус» в Ливерпуле. Это очень-очень-очень своеобразный акцент, тоже вот такой назальный, тоже очень много звуков, которые очень трудно поддаются искоренению, если ты их усвоил. И вот я вообще легко, у меня не очень хороший музыкальный слух, но вот акценты я схватываю хорошо. Я положила жизнь на то, чтобы избавиться от вятского акцента. И я моментально, особенно когда я там тоже какое-то время работала в школе с детьми, с подростками, я поймала вот этот вот «скаус», надо мной до сих пор смеются мои друзья. Говорят, а вот скажи, а вот скажи вот так. По-ливерпульски. У меня получается, да, очень хорошо, когда куда-то приезжаешь, люди, ну, а вы откуда? А, ну, все понятно, да. То есть уже вот, а Ливерпуль, да, совершенно замечательный город. Ну да, понятно, не надо говорить. Да, ну да, с вами все понятно, то есть вы можете не продолжать. А сколько уже вы там живете? Я там живу почти 14 лет. Я переехала туда к своему мужу. Дэвид – это лучший человек на Земле. Это было очень непростое решение. Вот мы рассматривали вариант переезда в Россию, но вот у меня гораздо лучше адаптивные способности, поэтому вот… Да, конечно, было непросто, особенно вот первый год и языковой барьер, потому что, да, конечно, учишь язык, но это все, это не секрет. А вы не говорили? Нет, я говорила, говорила. Я, в общем, неплохо знала английский, но это ни для кого не секрет, когда ты приезжаешь, это совсем другой английский. Дело даже не в разговорном языке, не в акцентах, не… Вот это просто другой язык. И надо, чтобы прошло какое-то время, чтобы ты начал говорить и понимать, вот, в общем, на уровне. А преподавали вы живопись детям? Изобразительное искусство? В Ливерпуле нет. Нет, я просто работала в школе, то есть, ну, когда ты приехал, надо где-то работать. Ну, это понятно. То есть надо где-то работать там. Тогда, 14 лет назад, были очень тяжелые времена, была безработица, была просто совершенно нереальная. Сейчас принято говорить. Да, было очень тяжело, да. Это был 2004-2005 год, и с работой было очень трудно. Но поскольку я работала в школе, вот у меня был педагогический опыт, и я пошла работать в школу. А почему вы и нет? А вас взяли и там диплом признали? И сказали, пожалуйста. Нет, диплом нет, но я работала, я работала не учителем, я работала с, вот, называется, student service, так называемой. Помощником. Помощником учителей, то есть вот это совершенно великолепный институт, которого, к сожалению, нет в российских школах. Люди, которые... Было такая, вот ты помнишь, ты помнишь, была попытка классной дамы тогда были, да. А на самом деле это очень здорово, потому что у учителей есть возможность сосредоточиться на преподавании, на каких-то там дополнительных занятиях. А всё, что касается... Внеурочной деятельности, да. Внеурочной деятельности, да. И не только взаимоотношений, посредничества между учителями, детьми, родителями, вот это всё было. Да, более того, более того, дети, особенные дети с какими-то... Подклонениями. С какими-то... Особенностями развития. Особенностями развития, да. То есть там этого нет. То есть есть какие-то специализированные учебные заведения только для ребят, которым нужна поддержка и какой-то определённый уход ежедневно и ежеминутно, ежесекундно. В любых других случаях ребёнка стараются отдать в школу по месту жительства. Инклюзивное образование вовсю там развито. Да, и у каждого ребёнка, у такого, скажем, у которого есть синдром Аспергера, это очень распространённое не заболевание, а очень определённое... Я даже не знаю, что это. Это, в двух словах, это одна из самых... Это легчайшая форма аутизма, скажем так. Но не знаю, правомерно ли то, что я сейчас сказала. То есть медики со мной могут поспорить, но это очень распространённый диагноз. И ребяткам с ним очень трудно учиться, они сосредоточены на себе. Вот. У других детей, то есть гиперактивность, там что-то ещё. И вот у такого человека есть помощник. Вот он сидит рядом, он ребёнка сопровождает по всем урокам. И это было очень здорово, между прочим. А каково вам-то было? Вы только переехали в Англию, и студент-сервис сразу, значит, тут с родителями взаимношений, когда вы ещё как бы ментально-то ещё не великобританка как бы. Я это порекомендовала абсолютно всем, потому что лучший способ выживания в реальность – это шоковая терапия. То есть всё-таки шок был? Безусловно, безусловно, шок был, потому что другое всё, другое было абсолютно всё. Была другая жизнь, был другой климат. Первое, что я помню о первом годе жизни – это холод, вот один сплошной холод. Все смеялись, говорили, а, ха-ха-ха, ты приехала из России, у вас там снег, как же так? Но это совсем другой холод, это постоянная сырость, это море. Промозглость, да. Да, это я живу в городе вечной весны, то есть вот весь год у нас, то есть и лето, и лето, и зима, не зима, там, ну, может быть, снег, может быть, мороз, но это мороз-то минус пять, это катастрофа, да. И вот это совсем другой холод, и другие люди, отрыв от друзей, то есть тогда, я что ещё хочу сказать, тогда не были настолько развиты коммуникации, соцсетей и так далее. И вообще, когда вот сейчас люди употребляют слово «эмиграция», мне смешно, ну, какая, ребят, какая иммиграция, да, у тебя в Скайпе мама каждый день. Ну да. В Скайпе мама каждый день. Вот, это всё, это... Это счастье. Ты практически касаешься щеками. У тебя все в мессенджере, все твои друзья, вот ты всем можешь позвонить, видеозвонок, ты можешь связаться с кем угодно в какое угодно время, тебе доступны фильмы, тебе доступны книги, ты не в отрыве... Спросить друга. Спросить друга, ты не в отрыве от культуры, ты можешь читать, ты можешь смотреть. Вот, и даже не вопрос найти русскоязычных людей, это не вопрос, они есть везде. Но всё равно, это вот та часть, которая не связана с работой. А вот в работе-то там всё равно же не скажешь, подождите, я сейчас позвоню, спрошу маму или друга. Да. Значит, ты говоришь, вот, а в работе-то, когда вы встречаетесь... А хочешь, не хочешь, да, тебе нужно отвечать, и это лучше способ выучить язык. Отвечать сообразно, как от тебя ждут, ну, в какой-то степени, потому что они считают, что ты погружён в их жизни, и, соответственно, рассуждаешь в соответствии с их жизненными ценностями. Да, и ты перешёл. Вы ходите, и у вас в голове, я понимаю, что наши ценности, и начинаете там каким-то образом устанавливать какие-то... Ну вот, и каково это? Это очень тяжело. Это очень тяжело, но, на мой взгляд, это лучший путь. И, может быть, даже единственный. И у кого-то есть другое, я согласна, все люди разные, да, кто-то пойдёт другим путём. Но для меня это работало. И это лучшая школа языка, когда тебе надо искать работу, ты ходишь. Я до переезда, у меня не было даже резюме. То есть я ни разу в жизни не была на собеседовании, и меня приглашали на работу. Я жила в маленьком городе, и у меня не было этой проблемы. А тут я приехала, и да, это тоже, кстати, был своего рода шок. Я здесь очень много кого знала, и если какая-то проблема... Известная, знаменитая, личная. Нет, 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 все знают. Не в этом дело, не в этом дело. Ты просто всегда знаешь, кому позвонить, с кем поговорить, с кем связаться, и ты решаешь эту проблему. Когда вот ты сидишь, один и ты хмык, и даже по телефону для тебя позвонить, это подвиг, да, потому что это надо на другом языке. И там тоже человек сидит, он тоже говорит со своим акцентом. Но потихоньку-потихоньку как-то всё вот устаканилось. И потом вот я очень благодарна этой работе в школе и детям, которые... Дети очень благодарны, аудитория. Они понимают. И, кстати, с детьми... То есть они искренне как бы вот с вами... Да. И они слушают. Они слушают. Если взрослый человек, он там настроен на определённый ответ, и если ты отвечаешь не так, и у него разрыв шаблона, он не понял, да, то есть ребёнок, он тебя внимательно слушает и понимает. Даже вот именно понимает, если мы говорим об общении на иностранном языке, ребёнок понимает лучше просто потому, что он лучше слушает. Может быть, потому что он ребёнок? Может быть, потому что он ребёнок, да. Вот эта мозговая деятельность ещё не подмёрзла где-то, а является более гибкой, скорее всего, он более эмпатичный в этом смысле. Да, эмпат, конечно. Совершенно другие дети. Там, допустим, в обществе нет такой субординации по возрасту, как, допустим, у нас. Или, скажем, в Южной Европе, да, в Южной Европе, в Восточной Европе. Ребёнок, он вот царь-бог. Если ты идёшь по улице, и на встречу идёт ребёнок, а трудоорусский, уступить должен ты. В Англии? То есть это как бы по... Нет, 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 в Великобритании. Ребёнок — это всё. И у ребёнка, если взрослый ребёнок, у ребёнка всегда приоритет. У нас напротив, да. То есть у нас, то есть в Англии, в Великобритании, вот если я иду, и ко мне на встречу идёт подросток, я должен пропустить подростка? Ребёнок. Ребёнок и подросток тоже. И подросток. То есть, допустим, в английской, в британской школе к ребёнку нельзя прикасаться вообще никак. То есть не то, что его там даже физически на него воздействовать, нельзя обнять за вот там что-то ему сказать и всё. Ну, в общем, понятно, с чем это связано. И для меня, например, это не является чем-то из ряда. Вон, я бы, например, тоже не хотела, чтобы меня касались чужие люди, даже если это учителя или люди, которые мне помогают. То есть вот privacy, вот твоя, вот это личное пространство, оно его уважает. Но вот эта история возникла как давно, не всегда же это было. Дело в том, что в английской школе всегда ещё до, ну, я не знаю, мой муж, он, в общем-то, достаточно молодой парень, он этого уже не помнит, но люди, которые немножко постарше его, вот там, или там, скажем, мой свёкор, они помнят ещё... У меня свёкор постарше, чем муж, конечно, вот. Ну, я хочу сказать, что люди старшего поколения, они ещё помнят те времена, когда в школах было физическое наказание. Да, то есть да, были, было... И потом, действительно, такой комплекс вины, когда, наконец-то, отменили, что ж мы делали столько лет, зачем мы так издевались над собой и над детьми. И, то есть вот, и, в общем-то, сейчас защита прав ребёнка, и существует такое интересное правило, я не помню точно, как оно называется, но если к тебе пришёл ребёнок и сообщил, что его... Или тебе кажется, что ребёнку плохо, его кто-то обижает или что-то не так, ты обязан прийти к соответствующему человеку в твоей организации, там, в школе, где-то ещё, и ты... К социальному работнику условно. Да, к социальному работнику, и ты должен об этом сообщить, что да, вот, и дальше уже не твоё дело, как это всё будет происходить. А как происходит, например, два ребёнка, там, дерутся, ты видишь, что... Или три ребёнка, двое одного избивают, а у тебя нельзя трогать ребёнка, нельзя его личное пространство нарушать. Есть определённые инструкции на каждую ситуацию, если есть угрозы жизни и здоровья, то ты можешь. Но здесь, опять же, ты должен... Есть ещё интересный момент. Ты должен это сделать... Ты не должен драться, но... Да, ты должен постараться это сделать так, чтобы, опять же, не навредили тебе. То есть вот... Ну, это, в общем, достаточно быстро, если какая-то драка или что, если ты между ними встаёшь, это обычно быстро прекращается. Если это какая-то очень серьёзная школа, в школах тоже все разные, да, в разных районах, то там есть охрана, там есть специальные люди, которые тренированы, чтобы это делать, и это, в общем-то, всё уже, всё решаемо. Потом наблюдение, и, в общем, всё очень технично разруливается. Я даже напомню, кто у нас в гостях, ну, во-первых, это программа «Союз нерушимый», и мы раздвигаем границы, и раздвинули их прямо сейчас до Великобритании. Да. И у нас в студии Вера Хелен, она же Никольская, она же Щуко, всех, все фамилии почти называю, для того, чтобы вспоминали те люди, которые с ней работали в разные годы, в разных местах в Кирове. Вер, ты заговорила так мимоходом, обмолвилась о своём свёкре, нам всё равно интересны человеческие такие вещи тоже. Он не приехал вместе с тобой? Нет, нет, ему 85 лет. А то мы бы его тоже на передаче были. Нет, он совершенно замечательный человек. Как ты входила в семью, и традиции семей, как вот они принимались. Ну, тут я не совсем показательный элемент, так скажем, потому что я, как в том фильме «Берегись автомобиля», жениться надо на сироте, да, вот. Мой муж, к сожалению, вот его, вся его семья, это вот человек, который называют свёкром, но это, в общем-то, его приёмный отец. И, собственно, вот и всё. Есть какие-то очень дальние родственники. То есть мы вот не показательная в этом смысле семья. Но вообще-то, если есть семьи, обычно, особенно в нашем городе, семьи большие, потому что у нас, ну, британцы, они же католики и протестанты, да, то есть вот если это католическая семья, там, как правило, очень много детей, там, может быть, и вообще многодетная семья, это достаточно... И, слава Богу. Да, это распространённое явление. Вот, допустим, моя коллега очень хорошая, она всего, там, на 10 лет меня моложе, ей где-то около 40 лет, ещё нет 40 лет, у неё семеро детей. Старшему её сыну... Круто. Её старшему сыну 17 лет, а младшему вот исполнился годик совсем недавно. И, то есть они настолько все живут дружно, это настолько хорошая семья, она и её муж, они бегают марафоны. Марафоны и разные забеги. И, то есть каждый год, то есть оба они работают, вот эти вот дети, они там, у них тоже субординация, кто за кем присматривает, как они сидят. Есть проблема многодетных семей, как у нас. У нас ведь, когда говорят «многодетная семья», сразу говорят «проблема», потому что обычная нехватка средств обязательно, соцспособия минимальные для... Хотя у нас государство, видимо, другое придерживается точки зрения. Но это всегда проблема. Они объединяются, защищают свои права, требуют больше и прочее. А как в Великобритании? Ну, безусловно, это тоже зависит от конкретной семьи, потому что, да, есть разные семьи, разные районы, разная принадлежность к классам, потому что британское общество – классовое общество, было, есть и будет. Ещё очень-очень-очень много лет. И, конечно, зависит от социального уровня. Но, конечно, государство поддерживает. И да, пособия очень... пособия неплохие. Но неплохие, но прям я бы не сказала, что это какие-то там суперденьги. И, к сожалению, вот был такой феномен, я не знаю, как-то сейчас это всё немножко не так, потому что государство тоже пересматривает точку зрения. Выросло целое поколение людей, так называемых бенефитчиков, потому что бенефит – это вот пособие. Животные пособия. Да, то есть люди, которые не работали ни дня в своей жизни, которые жили за счёт пособия на детей, за счёт пособия по безработице, которая, кстати, тоже очень маленькая, и, собственно, за счёт налогоплательщиков, других, которые работают, и вот всё это поступает в общий бюджет. Ну, почему, к сожалению, вы же не либертарианец? Это либертарианцы говорят, что налоги пусть каждый сам там зарабатывает и так далее. Нет, нет, я имею в виду, к сожалению, сформировался такой класс. Я не имела в виду, к сожалению. Нет, это прекрасно, что пособия в бюджет. Я с учётом того, что последние цифры я слышал, что в Британии на одну пару приходится 1,3 ребёнка. Это говорит о том, что, ну, чисто белых, да, я прошу прощения, здесь как бы коренных там жителей Великобритании, да? То есть это говорит о том, что со временем там коренных жителей Великобритании... Ну, давайте так с другой стороны рассмотрим этот аспект. Ну, потом, кого считать коренным жителем, понимаете? Да, вот это история. Мы понимаем, что история с колониями, и всё, что было связано с колониями, имеет корни глубоко идущие, но ведь Англия и Великобритания принимала и принимает большое количество людей. Безусловно, безусловно. На территорию, если ты бываешь в Лондоне, это очень показательно. Всё пестрит, и вообще, когда ты хитро выходишь, ты не видишь ни одного, как сказали, социаличка и коренного англичанина. Да, однозначно. Не только из Содружества. По данным последней переписи населения, которое проходило... Я не буду уточняв, в каком году, но я уже там жила и принимала в ней участие. Это было, может быть, лет 5-6 назад, не знаю, но можно это всё на гугле, посмотреть в интернете. По данным в Лондоне, коренным белым британцам... Кстати, в слове «белый» ничего такого нет. Нормально это к этому относится, да? Когда ты приходишь, например, к врачу или куда-то ещё, ты устраиваешься на работу, всегда вот с анкетой есть форма, в которой ты отмечаешь какой-то этнической принадлежности, какую расу, и это... И это нормально. И можно прямо говорить чёрный и негрый? Можно говорить слово «блак». То есть «блак» — это означает «человека с тёмным цветом кожи». «Блак» — это в Ливерпуле, видимо. «Блак»? «Блак» — в Ливерпуле. «Блак» — «блак». Ещё у нас говорят слово «чекин», да? «Чехен». 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 То есть «к» немножко уходит назад и округляется. Да, да. То есть в этом нет ничего оскорбительного. То есть если всё зависит от контекста, если это сказано в оскорбительном контексте, тогда да, конечно. Ну это тоже, кстати, слава богу, что люди не воспринимают. Это обычный... Нет, нет. То есть там вот без переборов, я бы не сказала. Если это какое-то сленговое выражение, там что-то ещё, да, это плохо, а так, в общем, нет. То есть, возвращаясь к этому вопросу, и так коренным белым британцам назвали себя только 48 или 49 процентов жителей Лондона. Да, скажем, там, где живу я, на севере, или в каких-то там... Ну там больше, наверное. Нет, там меньше. Меньше, да? Даже Ливерпуль. Даже Ливерпуль. Когда я приехала, я, наверное, была единственной иностранкой на своей улице. Сейчас где-то, наверное, когда идёшь по улице, ну каждый третий, может быть, ну каждый четвёртый, может быть, каждый третий, нет, но каждый четвёртый, каждый пятый... Что так тянет иностранцев в Великобританию? Тут не обязательно иностранцев. То есть, во-первых, Великобритания принимала вот этот вопрос о квотах принятия мигрантов, который возник, когда мы все переживали кризис мигрантов несколько лет назад. Все обвиняли Великобританию в том, что, дескать, вот почему вы все принимаете, а вы не принимаете. Ну, Британия принимала всегда до того, как принимали все остальные. Это да. Но в основном из Содружества. Нет. Потому что там свободное перемещение было. Это совершенно другая история. То есть, это другая категория мигрантов. Это совершенно другая история, да. То есть, во-первых, из Содружества, вот, скажем, всё это началось ещё в 50-е, 60-е годы, когда после войны восстанавливали промышленность. Я скажу, что в стекстильной промышленности это всё сосредоточено в районе Бирмингема. Туда приглашали на работу людей из Индии, Пакистана, Бангладеш. Кстати, тогда Бангладеш и Пакистан были одной страной ещё. Были одной страной, да. И, соответственно, вот почему там большая диаспора, и вот почему там очень много выходцев из этих стран. Карибские острова и жители Африки и Карибских островов тоже там. Это было по-другим. То есть, людей приглашали. Не хватало рабочих рук. Людей приглашали, люди приезжали, пускали корни. И тут вопрос, кто больше британец, да. Кто больше британец. Я вот тоже, например, я являюсь... Ну, это не скрываю. Вы больше британец или вы больше вятская? Нет, нет, я русская, безусловно. Но у меня есть второе гражданство, оно задекларировано. То есть, естественно, глядя в последний раз. Да, да, да. Товарищ майор задекларировано. Послушно, оно задекларировано у меня есть. То есть, кто больше британец? Человек, который родился... У которого папа с мамой приехали из Бангладеш, который родился в Британии, здесь вырос, и который говорит по-английски гораздо лучше меня. Или я, которая приехала там сколько-то лет назад, натурализовалась, говорить буду всю жизнь с акцентом, и всю жизнь половина меня будет принадлежать России. То есть, тут вопрос, кто больше британец. То есть, я... Ну, надо сказать, что вот такого острого национального вопроса я бы не сказала. Сколько на вашей улице русских? Я одна. Вот я одна. Хорошо. Прервёмся на полтора минуты у нас рекламы и продолжим разговор. Это программа «Союз нерушимый». У нас в гостях Вера Хелен. А вот теперь продолжаем историю, Азис Алич. Да. Наушники нужно надевать. Наушники нужно надевать. Да, у нас в гостях Вера Никольская, Щуко, Хелен. А здесь Азис Агаев и Светлана Занько. И мы продолжаем. И вообще мне сказал, Азис Алич, чтобы я тут со своими вопросами про музеи, это вот когда поеду в поездку, буду составлять себе маршрутец. А сейчас про другое. Поэтому Азис Алич, ваше слово. Ну, да, сейчас про другое. Потому что очень масса вопросов, связанных... Ну, вот некоторые девушки хотели про мужа спросить. Ну, про мужа, может быть, мы и спросим. Но больше про то, как там русскоязычные. Сколько их там. Встречаетесь ли вы? Может, какие-то общности там, сообщества есть? Есть такая, да, история, что стараются сбивать... В Америке, например, очень часто говорят, что сбиваются в кучку. Да, сбиваются в кучку, скажем, в какие-то группы. Да, это очень интересный вопрос, на самом деле. Да, русскоязычных людей очень много. Собственно, русских людей из России. И еще русскоязычных людей, это те русские люди, которые остались в странах Балтии. В странах Балтии и... То есть, когда страны Балтии вошли в Евросоюз, Латвия, Литва, Эстония, эти люди, соответственно, получили европейское гражданство, и они тоже могут свободно передвигаться по странам Евросоюза, и очень многие из них вот едут в Англию. Пользуются этим преимуществом, да. Очень много, потому что много поляков, много литовцев, латышей не очень много, эстонцев было больше, но сейчас меньше. Но поляки, говорят, больше любят Великобританию. Поляков, да, но поляки, они очень... Мне очень нравятся эти люди, потому что мы поляки... Чехи, кстати, чехов не очень много. Я очень люблю эти страны, потому что, когда я была ребенком, мы с мамой жили в Чехии несколько лет, и я очень хорошо знаю вот... Даже чешский язык. Кое-что помню до сих пор, да. Прошипание. Прошипание. И, ну вот... И так и в Польше можно сказать. Много польских магазинов, и, соответственно, там продают вот все вот эти вот наши продукты, польские, белорусские, литовские. Много есть людей из Казахстана. В основном это вот русские женщины, которые вышли замуж, потому что там работают британские нефтяники, и, соответственно, люди знакомятся, люди встречаются, люди влюбляются, женятся, да? Да, да. То есть много, на самом деле, русскоязычных людей. Есть много людей, специалистов, которые работают в университетах, да? То есть у нас в городе четыре университета, и много русских специалистов... Они работают по приглашению? Да, по приглашению. То есть они приехали здесь, осели много лет назад, вот работают вместе. Один знакомый, он преподает античную философию, москвич. Была подруга, она занималась террической физикой, но она прожила 12 лет в Великобритании, но она не могла жить без русской культуры. Она один из ведущих специалистов в России по творчеству Марины Цветаевой. Вот она сейчас, она вернулась в Москву и работает там, занимается вот этими культурными проектами. Люди очень разные. Кто-то, да, кто-то собирается, кто-то встречается, какие-то вот общие встречи, но... Праздники. Праздники, да, ну, те, кому это интересно. Я, может быть, не очень... Я люблю компанию, я люблю друзей, но я так себе там не нашла очень много близких друзей. У меня есть какие-то вот там 3-4 человека, с которыми я дружу и общаюсь. То есть дело в том, что все очень разные. Все очень разные, у всех очень разный культурный и социальный бэкграунд, у всех очень разные возраста, семья или не семья. То есть, скажем, если я женщина, у нас нет детей, я бы не сказала, что я очень карьероориентированная, но тем не менее. И, скажем, у меня может быть очень мало общего с женщиной, у которой там трое детей, за которыми надо... которых надо возить в школу, ими надо заниматься и так далее. То есть это вот все такие моменты, которые... Потом нам всем много лет, уже достаточно много лет. И у нас у всех остались друзья и семьи в России. И я уже знакома, как я уже упоминала, когда мы жили в Чехии, где были времена Советского Союза, где были люди со всего нерушимого. И это была ситуация жизни в Союзе в миниатюре и ситуация жизни на Большом вокзале. У меня тогда впервые... Я была ребёнком, но я первые уроки получила там, что, в общем-то, не всё было так гладко, не всё было так здорово, не всё было так красиво и празднично. И о том, что существует, допустим, такая вещь, как национализм, я тоже узнала именно там. Ну и не будем в это углубляться, но вот там что-то... Ну, национализм в умеренном виде – это хорошо, мы все разные. Да, ну, все разные, но нет, я не согласна. Национализм и вообще деление людей по любому принципу, сепарация людей по любому принципу, на мой взгляд, это плохо, и я здесь придерживаюсь очень жёсткой точки зрения. Все люди равны, абсолютно все люди равны. Вот эти шесть... Можно сделать вывод, что вера против Brexit. Вера против сепарации, но не сказала, что против национализма, сказала против сепарации. Ну, я просто считаю, что национализм – это одна из форм. То есть разделение... Всё, что разделяет людей, я против этого. Я против того, всё, что разъединяет людей, всё, что... Вот почему, в общем-то, я считаю, что идея Brexit... Ну, тоже мне не хотелось бы очень много рассказывать, тем более, что вообще в мире никто не понимает, что сейчас происходит. И сама идея его ещё плохая тем, что эта идея разделяет людей. То есть мы прекрасно это знаем, мы проходили это в России несколько раз, и все прекрасно понимают, о чём я говорю. Это и то, что произошло много лет назад, то, что происходило несколько лет назад. Понятно. То есть все понимают. И самое страшное, что это разделяет людей. Когда люди... Когда в семье это вызывает расколы, ссоры, когда ты ссоришься с друзьями. Как сейчас в России с Украиной. Вот эта история особенно сильно и ярко показала, да, вот... То есть любое разделение, вот я против этого, поэтому... Ну, вернёмся к русским людям, да. И, собственно, да, у всех людей разные политические взгляды, и там тоже. Вот поэтому я очень так спокойна. Если меня куда-то там приглашают, я хожу. У нас есть, кстати, кружок русского языка. Его основали люди. Представьте себе, люди, которые изучали русский язык. Это совершенно такие трогательные старички, им сейчас уже очень много лет. Когда-то, там, 50-е, 60-е годы, они изучали... В Советском Союзе. Нет, в Великобритании они изучали русский язык, словистику, русский язык, литературу. То есть это англичане. Да, им хотелось бы сохранять язык, вот они основали это сообщество. И туда можно обратиться. Они встречаются, там каждый месяц бывает заседание этого русского кружка. Они приглашают очень интересных людей, кто-нибудь или кто-нибудь из членов этого кружка делает доклад о каких-то интересных вещах, о жизни в Советском Союзе, о чем-то еще. И вот это все по-русски. Люди приходят, общаются, и это очень здорово. Такая уходящая натура, вот эти вот люди, вот эти вот бабушки, дедушки совершенно великолепные. Ну скажи, пожалуйста, все-таки какие чисто английские традиции легли на душу тебе, и ты их присвоила, и прям вот твое совершенно стало? Cup of tea. То есть что бы ни происходило, выпьем чаю. Выпьем чаю, причем чай... Это азербайджанская традиция. Это Великобритания из Азербайджана, так сказать, традиции. И еще, конечно, чему меня научила эта страна, она научила меня терпимости, толерантности. Ну, я провожу грань между толерантностью и терпимостью, терпимостью, когда ты просто терпишь. Когда ты просто терпишь, а толерантность, когда ты пытаешься понять. Вот для меня, вот я для себя разграничиваю немножко это понятие, как говорят, ну, они идентичны. Почему не сказать терпимость, а вот почему. И, то есть, когда ты был при всем толерантном отношении к другим людям, другой национальности, другого цвета кожи, другой религии и так далее. То есть меня за почти 14 лет меня никто никогда не обижал, меня никто никогда не говорил о Russian Go Home и так далее. Понаехала. Нет, отнюдь вообще никогда. И по религиозным? Абсолютно. Вы православная? Нет, я православная, но я не воцерковленный человек. Я не считаю себя агностиком, но я просто не воцерковленный. Но я окрещенная в православной вере, во взрослом состоянии. И никто вам не говорил, что вы тут ортодокс понимаете? Абсолютно. У нас, кстати, есть тоже русская церковь, но это не... Я вот, чтобы не соврать, я не скажу, какой конкретно конфессии. И там отец Андрей, он британец, он англичанин, но он русский православный священник. И когда у моей подруги не так давно умерла мама, приглашали его, он проводил отпевание. И то есть туда можно приехать, там можно венчаться. Некоторые русско-британские пары там венчались, венчаются в православной вере. Туда можно приехать. Это такая небольшая... Это не церковь, это не здание церкви. Часовенька. Даже не часовня, это просто вот в здании, вот такая достаточно светского характера здания. Туда вот... Вот настоятся две минуты до окончания программы, и мы знаем, что ты приезжаешь к Кирову довольно часто, потому что мама твоя живёт здесь. Да, да. А вот скажи, пожалуйста, мама к твоему отъезду, как отнеслась ими, изменилось ли это отношение с течением времени? Да, да. Поэтому часто приезжаю я. Но мама, она у меня тоже человек мира, она совершенно мировая мама. Она тоже объехала у меня полмира, где она только не была, что она только не видела. Она тоже очень такой достаточно мобильный человек, и очень мудрый, и очень понимающий. Да, и мы с ней, мы всё время на связи, мы общаемся очень часто, но это, конечно, самая большая боль. И все, кто уезжает, все, кто уезжает, это первое, на что бы я... Просто люди, многие люди не отдают себе в этом отчёт. Когда здесь остаются пожилые родители, как бы ты ни помогал им, как бы ты ни посвящал им много времени, при всех, опять же, при развитии всех коммуникаций, это большая боль и забота. Ты всё время об этом думаешь. Ну, они отказываются переезжать. Ну, они, да, потому что у каждого... И мы уважаем это решение. Конечно. И вообще, мир без границ. Муж когда-нибудь приедет. Самое главное... Хочется его уже сюда переворачивать на капу в три. Да, завоевание наших последних лет, это то, что мир такой большой, и ты можешь поехать куда угодно, жить где угодно, вернуться куда угодно. И это здорово. И давайте все будем жить в этом мире. Ой, это всё, Ази Савельевич? Нет, я хотел ещё про... Это прекрасная точка. У нас закончилось время. И очень профессиональная Вера Хелен, как бывшая радиоведущая, если бывают бывшие, закончила нашу программу. Да, благодарю тебя от всей души. Спасибо, Вера. Вам большое спасибо. Спасибо, что пришла. Это была программа «Союз нерушимый». Всем хорошего дня. До свидания. Союз нерушимый.